Субтитры создавал DimaTor Ему предстоит встреча с Исаавом. Это непростая встреча, и поэтому Яаков готовится к этой встрече. Одна из вещей он посылает ангелов к Исааву и говорит им, передайте моему брату, что я жил. Так, скажите моему господину Исааву, так сказалось, твой раб Яаков. С Лаваном я жительствовал, и я задержался до ныне, и стало мне бык и осел, мелкий скот и раб и рабыня. То есть, я жил, Раша говорит об этом, комментатор Торы, что я жил с Лаваном, и я не научился его плохим поступкам, и я соблюдал все заповеди. И теперь я иду, то есть, здесь указано, с быком и ослом, мелкий скот и рабы, рабыня. То есть, Рабий Король Машех нам говорит, что я, там, где я был, я эти искры святости, я их поднял. Я это место осветил, и оно уже в Геуле. Я уже готов к Геуле. И задается вопрос, я готов к Геуле? Яаков думает, и Исаав тоже. Исаав тоже, может быть, он уже готов к Геуле, и тогда будет полное окончательное освобождение. Возвращаются ангелы и говорят Яакову, мы пришли к твоему брату Кейсаву. И он идет к тебе навстречу. То есть, он остался Исаавом, остался злодеем. Рабий Король Машех нам говорит, что еврейский народ, Яаков, это была наша работа. Наша работа прийти, находиться в каком-то месте и поднять его, и очистить его. И когда евреи находятся по всему миру, они очищают весь мир, поднимают весь мир к святости, соблюдением заповедей, добрыми делами. И оказывают влияние на другие народы этим. То есть, на Исаава. Однажды была такая история, о которой писали в газетах в Соединенных Штатах. Вы знаете, там есть заправочные станции. И на этих заправочных станциях, как и везде, есть типа ресторанчиков. Но, значит, люди, не обязательно выходить из машины. Можно позвонить на ближайшую станцию и заказать кофе, обед, еду. И тогда ты подъезжаешь к машине, еда уже твоя готова, уже все оплачено. Тебе, значит, с окошка выдают эту еду, и ты едешь дальше. Чтобы не выходить из машины, для удобства. Приезжает один человек. У него семья, они куда-то едут. И он, значит, стоит в очереди. Несколько машин впереди. Значит, его место, значит, следующее, он должен подъехать. И вдруг у него заглохла машина. Он ее заводит. Ничего не получается. Сзади него стоит еще один водитель. И начинает ему сигналить, что двигайся, уже освободилось место, двигайся. И начинает, и в буквальном смысле так сигналит, и в буквальном смысле хочет выйти из машины и кричит на него. Этот человек пытается завести машину, ничего не получается. Этот сзади водитель подъехал к нему близко-близко и в буквальном смысле толкает эту машину. В конце концов, машина у него завелась. Он подъезжает, берет еду. И спрашивает у официанта, у работника. Скажите, а вот кто со мной стоит? Что они тоже заказали еду? Я хочу, первый водитель говорит, я хочу оплатить за их еду. Он говорит, как? Он на тебя так вел с тобой некрасиво. И все. Как ты можешь это сделать? Этот первый водитель говорит, смотри. Может, у него плохое настроение. Может, у него что-то случилось. Но так люди себя обычные. Люди себя так не ведут. Наверное, ему плохо. И поэтому, если я сейчас оплачу ему еду, то ему будет приятно. И, может быть, его жизнь изменится. Ну, этот работник говорит, ну хорошо, плати. Он, значит, оплачивает ему еду. Тому водителю, который действительно вел себя очень некрасиво. И уезжает. Подъезжает второй водитель. И работник заправочной станции дает ему эту еду. Он хочет оплатить. Говорит, нет. Говорит, не надо платить. Тот, который был перед вами, он оплатил ваш обед. На пятерых человек. Этот водитель был в шоке. Он был в шоке. И он не знает, что делать. Тот уже уехал, даже некому сказать спасибо. И он говорит, знаешь что, этому работнику, а кто за мной стоит? Давай, я сейчас хочу оплатить за того человека, который стоит за мной в очереди. Тот работник говорит, ну хорошо, пожалуйста, можешь оплачивать? И он оплачивает и уезжает. Подъезжает третий водитель. То же самое. Та же история. Этот работник, этой заправочной, рассказывает ему. Вот был первый водитель. За ним был другой. Но он тот на него сигналил. И все. И первый водитель оплатил обед второму водителю. А второй так растрогался, что он решил оплатить обед тебе. И третий водитель, который стоял в очереди, он тоже растрогался. И он почувствовал, что он тоже хочет делать добро. Он хочет сделать что-то хорошее. И он оплатил за четвертого. И вот так вот 10 или 12 машин в очереди оплатили обед друг другу. Чему нас это учит? Ну, во-первых, у нас должно быть чувство, что любой хороший поступок, который мы делаем, хороший поступок, не обязательно, чтобы после этого поступка тебе сказали спасибо. Не обязательно. Но ты, когда делаешь хороший поступок, ты изменяешь мир. Ты изменяешь все вокруг себя. Ты изменяешь людей, которые находятся рядом с тобой. Ты можешь другому человеку говорить тысячу раз. Сделай так, сделай так, не делай. Я хочу, я не хочу. Если ты начнешь действовать, если ты начнешь давать добро. Сейчас мы находимся недалеко от свадьбы любавического рэбия, короля Машеха, 14-го кислева. Так, одно из вещей, когда к рэбии обратился один хасид, что у него есть проблемы в семье. Так он ему сказал, ты должен делать добро своей жене. Так делать, чтобы она это чувствовала. Он говорит, ну я делаю. Так делать, чтобы она это чувствовала. То есть дополнительно стараться, чтобы она видела, что ты стараешься сделать добро. И тогда ты меняешься. Ты меняешь все вокруг. И это и называется освобождение. То есть ты поднимаешь весь этот мир. Ты влияешь на весь этот мир. Ты кому-то сделал добро, другой сделает добро другому человеку. И так весь мир, весь мир меняется, меняется к лучшему. И дай Бог, чтобы Всевышний видел наше старание. И чтобы Он проявился в этом мире сейчас. И было полное и окончательное освобождение. Хея Дунайну, Морину Воробину, Мелых Амашиях, Люблям Ваят.